Здравствуйте! Это новости. В студии работает Салтанат Тугельбаева. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. В Алматы ликвидирован крупный пожар. Горелись складские помещения на одном из крупных городских рынков. В ликвидации возгорания участвовали 75 человек. Были задействованы 23 единицы техники. И с подробностями на прямую связь со студией из Алматы выходит наш собственный корреспондент в регионе Владимир Бовкис. Владимир, вам слово. Здравствуйте, Салтанат. Пожар в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алматы полностью потушен. В работе было задействовано в общем 79 единиц техники, в том числе авиация. В частности, только с вертолета было осуществлено 37 сбросов воды объемом 111 тонн. Жертв и пострадавших нет. Сообщение о возгорании поступило в 6 часов 3 минуты утра. Сгорели 9 ангаров из 13, где хранились товары народного потребления. Площадь пожара составила 17 380 квадратных метров. О причинах возгорания сотрудники ДЧС сообщат подробности попозже. На месте работает специальная комиссия. На этом у меня все. Студия. Спасибо большое. Это был наш собственный корреспондент Владимир Бовкис. Мы продолжаем выпуск. Меморандум о взаимопонимании подписан сегодня между Ассамблеей народа Казахстана и Комитетом по межнациональным отношениям Узбекистана. В эти дни в Астане под председательством государственного секретаря Гульшары Абдекаликовой проходит форум национально-культурных центров стран СВМДА. Документ подписанный сегодня усиливает взаимодействие в вопросах культуры и духовности, укрепляя добрососедские отношения между центрально-азиатскими странами. В рамках этого меморандума у нас намечен ряд очень больших мероприятий, для выполнения которых мы согласовали создание дорожной карты и будет находиться под жестким контролем руководства выполнение всех мероприятий, которые намечены. В меморандуме оговаривается совместное оказание совместного содействия по изучению узбекского языка в Казахстане и казахского языка в Узбекистане. В Сенате рассмотрели поправки в закон по вопросам газа и газоснабжения. Изменения позволят предупредить дефицит. За последние четыре года спрос на сжиженный газ в Казахстане увеличился в два раза. В прошлом году из 900 тысяч тонн газа больше половины было поставлено на газозаправочные станции. В 2018-м на заправочные пункты поставят 850 тысяч тонн. Чтобы избежать дефицита, газ нужно продавать без посредников, для чего и предлагается ввести систему электронной торговли. Внедряться она будет поэтапно с 1 января 2019 года. Принятие закона позволит обеспечить доходность заводов-производителей газа, повысить транспарентность распределения жиженного газа на внутренний рынок, минимизирует случаи теневого экспорта объемов жиженного газа, предназначенных для внутреннего рынка. Со следующего года в Акмолинской области приступят к газификации 20 сел. Голубое топливо подведут в населенные пункты Аршаланского и Целиноградского районов, где проживают около 100 тысяч человек. Это станет возможным благодаря строительству магистрального газопровода Сараарка. На первом этапе газом обеспечат расположенные вдоль магистрали села Коянда, Шубар, Берсуат, Жебекжала. На втором газопровод протянут от Астаны в сторону Кокщитау. Тогда газ придет еще в 44 населенных пункта. Газопровод Сараарка берет начало в Казлардинской области и завершается в Петропавловске. Его участок протяженностью 427 километров пройдет по территории Акмолинской области. Выделено порядка 100 миллионов бюджетных средств на подготовку разработки проектов на разводящие сети. Сам проект магистрального газопровода Казларда-Караганда-Астана разработан в 2019 году уже приступен к строительству. Новый район столицы сделают умным. Такое обещание дают местные власти. В Байконуре планируют разбить космический сквер и построить школу с обсерватории. Камила Тастанбекова подробнее. Байконур одновременно самый новый и старый район Астаны. Большинство домов здесь еще с 70-х, 80-х годов постройки. Но сам район был образован несколько месяцев назад. В этом году здесь приведут в порядок 73 двора, 38 улиц, скверы и бульвар. Какую-то часть из них благоустроят ко дню столицы. Полностью проанализировали все правленные вопросы по району. На основании него создали свою программу развития. На ближайшие два года. Мы в этом году хотим завершить благоустройство 73 дворов в целом. В данный момент по 12 дворам ведутся работы. Еще в 11 дворах мы до дня города завершим работы. То есть к этому мы сейчас строим три сквера, один бульвар. В одном из кварталов внедрят систему, где даже шлагбаумы и освещение будут умными. Всего планируется реализовать 30 инновационных проектов. И все за счет инвесторов. Сейчас в 52 домах устанавливают современные домофоны и счетчики. Жители уже успели их оценить. Нам очень нравится. По крайней мере это очень удобно. Дистанционно можно открывать. Не обязательно подходить к самому домофону. Во-первых, понравилось то, что в квартире никто ничего не трогает, не меняет. Все остается та старая система. Все работает через мобильное приложение. В наше время, мне кажется, это самое сейчас актуальное, удобное. Дистанционно мы смотрим, кто пришел. Мы вот, например, все сегодня поставили горячая-холодная вода, счетчики и плюс модемы. Это будет через онлайн просматриваться. И можно не передавать показания. Но обещают теперь нам электрочетчики поставить. Это обязательно. И еще газовые хотят сделать. Очень удобно. До 2022 года в районе обещают построить 4 школы и 2 семейные врачебные амбулатории по программе ГЧП. Установят 30 теплых остановок. Но и это еще не все. В планах создать парк космических технологий и школу с обсерваторией. Все-таки названия у района обязывающие. Камила Тастамбекова, Айбин Кусамбеков, Булатбек Табалдиев, Хабар. Стадион на 2500 мест сдан в эксплуатацию в Тарбогатайском районе Восточно-Казахстанской области. Отремонтировать его удалось благодаря финансовой поддержке местных жителей. Сегодня там прошли первые соревнования по казак-кресам. Но на этом подарки родному краю от уроженцев не закончились. В центре села Ахсуат состоялось торжественное открытие нового парка. А бывшая выпускница местной школы за свой счет оборудовала один из кабинетов начальных классов местной школы. Всего до конца года в рамках программы «Токанжер» в районе планируется реализовать 38 проектов на общую сумму 83 миллиона тенге. Я по профессии педагог, и поэтому хочу, чтобы наши дети могли получать качественные знания. Мы в этом должны им помочь. При этом мы не только оборудуем кабинеты в этой школе, но и снабдим их современными книгами и методическими пособиями. И к новостям в мире. Южная Корея и КНДР обсудили возможность объединения и модернизации железных дорог на межкорейской границе. Встреча вице-министров транспорта обеих стран состоялась в пограничном пункте Пхамунджом. Из-за международных санкций в отношении Пхеньяна встреча стала подготовительной. Железнодорожные пути могут быть воссоединены сразу после того, как ограничения будут сняты. Добавлю, что Север и Юг также проводят консультации по объединению автодорог между двух стран. Благодаря этому в перспективе появится возможность беспрепятственно проезжать из Пхеньяна в Сеул по прямому участку автомобильного шоссе в Южной Корее. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что встреча с главой Российской Федерации Владимиром Путиным может состояться сразу после саммита НАТО, запланированного на 11 и 12 июля. Вероятнее всего, местом встречи лидеров будет Хельсинки. Согласно данным вице-президента США Майка Пенса, главной темой обсуждения американского и российского лидеров станут экономические отношения. Сам Трамп ранее заявлял о намерении затронуть вопросы по Сирии и Украине. Накануне Владимир Путин встретился с помощником главы Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном. Во время этого визита и была достигнута договоренность о встрече двух президентов. Встреча состоится в ближайшее время. Скорее всего, она пройдет во время моего визита в Европу. Пока мы точно не определились, как я и говорил ранее, наладить диалог с Россией и Китаем крайне важно. Это положительно скажется на всем мировом сообществе. И в завершении выпуска к другим темам вернемся к новостям в стране. 3D-туры по Кустанайской области вскоре станут доступны пользователям интернета. Сайт уже работает в тестовом режиме. Кроме виртуальных прогулок по Кустанаю и другим районам региона, на портале можно будет получить всю необходимую информацию о сведениях о гостиницах, кафе, ресторанах, а также расписании аэропорта и железнодорожного вокзала. Параллельно с веб-порталом будут работать чат-бот и мобильное приложение. На улицах Кустаная, ближе к середине июля, установят электронные информационные киоски. Проект реализуют в рамках программы «Цифровой Казахстан». Бюджет и он обошелся примерно в 15,5 миллионов тенге. Думаю, порядка 4% планируем, что будет ежегодно увеличиться количество посетителей, туристов в нашу область. Конечно, мы планируем увеличивать данную цифру. Итоговые выпуски смотрите в 7 и в 9 часов вечера. А у нас к этому часу все. До свидания.